Минуло почти 66 лет с того года, когда первые отряды студентов и добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное движение прошло не одно поколение советских граждан. Да и сейчас студенческие отряды активно функционируют. Кстати, начиная с прошлого года, 17 февраля стал официальным праздником российских студенческих отрядов. Они танцуют, поют, рисуют, строят, воспитывают детей. Они участники масштабного движения под названием «Российские студенческие отряды». И именно за этой дверью придумываются, пожалуй, самые интересные молодежные проекты. Пойдемте посмотрим. Подготовка и проведение мероприятий, решение организационных вопросов, проведение круглых столов, выставок, студвесен, рисование плакатов, написание песен, постановка танцев. Эти бойцы в зеленых целинках могут все. Здесь каждый может выбрать себе работу по душе. Строительные, педагогические, сервисные отряды и отряды проводников. В каждом из направлений есть своя прелесть. Российский студенческий отряд для наших студентов, я думаю, что это настоящая школа жизни, которую они впервые проходят и очень много по чему учатся. Самым массовым направлением, как обычно, остаются студенческие педагогические отряды. То же самое творческое, самое яркое. Хотя комиссарская работа сейчас есть в любом направлении. И ребята живут очень полной такой яркой, активной жизнью и в строительных отрядах, и в отрядах проводников, устраивая флэш-мобы на вокзалах. Наверное, скоро сравняется. Аня Васильева всегда знает, как пройдет ее лето. На море с речевками и песнями под гитару. Девушка вот уже три года работает вожатой в детских оздоровительных лагерях. В прошлом году она, одну из первых, полетела работать в Крым. А стать вожатой Аня решила еще в детстве, сама отдыхая в лагере. Отряд для меня – это в первую очередь семья, потому что мы такой длительный срок находимся с этими людьми в лагере, вместе работаем, вместе отдыхаем. Очень интересно проводим время. Поехать в лагерь Аня планирует и в этом году. А пока активно готовится к празднованию Дня российских студенческих отрядов. Экта-эксилла! Экта-эксилла! Кстати, у этого праздника появились и первые традиции. Каждый боец или тот, кто был в студенческом отряде 17 февраля, надевает свою форменную куртку. И где бы он ни находился, какую бы должность ни занимал, этот праздник он встречает в Целинке. В память о тех, кто заложил одну из самых лучших студенческих традиций. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.